СПОРТЛАЙФ 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 И в команде в сборной мы около 5 лет вместе играли Это хорошо поэтому сейчас это следующий вопрос да уже так вот Дмитрий Таграманов чуть более скромно менее категорично высказался на тему выступления нашей команды не хотелось бы бороться за 7-е и 9-е места то есть он как бы верит в то что мы можем оказаться выше но при этом отдаёт себе отчёт что наша команда и по возрасту, и, может быть, по наполнению не так ярко и не готово, наверное, соперничать с чемпионами французами, с молодой, там, дерзкой Норвегией, с которой мы сегодня играем. Как вы думаете, на что способна вот та команда, которую мы сейчас имеем на чемпионате? Я думаю, что, прежде всего, ответственность на тренере лежит за результат. И, конечно, берет в состав именно тех людей, которых он считает нужно, которые дадут результат, как он думает. И, прежде всего, почему у него высказывания такие более скромные? Наверное, потому что все будет самое интересное в конце. То есть, как получится результат, так оно и будет. Вася? Ну, конечно, задачи надо ставить, не минимальные, не надо говорить, что мы приедем сейчас, давайте поиграем чуть-чуть, там получится, не получится. Задачу президент наш поставил, Сергей Николаевич, полуфинал, это не максимальная же задача, как золотые медали, не сказали, что надо выигрывать. Полуфинал, команда, в принципе, по силам, сейчас хорошо подготовлена. Опять же, прошлые чемпионаты просто показывают, что 19-е место, там 13-е. Можно прыгнуть с 19-го в четверку сильнейших в мире? Возможно. Такие были истории. Сборная Хорватии, также проиграв, заняв 16-е место на чемпионате мира, следующий чемпионат мира выиграла. Полностью был кардинальный состав, правда, поменяли на молодых игроков, и новый тренер, и получилось так, что выиграли. У нас, кстати говоря, тоже некие кардинальные изменения произошли. Пришел Сергей Шкарев на пост президента федерации, сменился главный тренер. Порный, да. Поменял Торгованов и Воронин Кулешова. Игроки также пришли. Сейчас молодые, трое игроков молодые, первый раз, которые поехали на чемпионат. То есть, в принципе, какие-то положительные, да, и плюсы некие перед этим чемпионатом мира мы имеем, да, и от которых можем отталкиваться и, в общем-то, ждать хорошего, достойного результата. Матч с Японией смотрели? Да, конечно. Что отметили для себя? В каком состоянии команда? В физическом состоянии очень хорошем. Также ребята во всех интервью говорят, что у многих, говорят, у нас лучшая форма за последнее время, которое было, вот Вадим Богданов как раз это отмечал в последнем интервью, с японцами. Вратарь. Вратарь, да. С японцами как бы игра была, сначала очень серьезно начали, сделали запас в разнице мячей, во втором тайме немножко расслабились, конечно, когда сократили до мяча, но в то же время сразу же взяли себя в руки и повели опять 8-10 мячей и закончили этот матч с 10-ю. Ну, скомканная игра была, как бы ожидали, ну, конечно, Япония это команда аутсайдера, группы, в принципе, она считается и на мировой арене не лидером, но все равно чемпионат мира, она прошла сюда, пробилась, значит, все равно команда может играть соперниками, это показало момент во втором тайме, когда сократили до мяча. Вот. Ну, в принципе, результат налицо, 10 мячей, все-таки команда смогла бы играть. Ну, это один из аутсайдеров, надо признаться честно, чемпионата мира и нашей группы в том числе, где есть и норвежцы, с которыми сегодня, и бразильцы, и поляки, и это все матчи будут довольно-таки сложные. Можете кого-то отметить по игре с Японией, ну, помимо вратарей, да, того же Богданова, который во втором, да, по-моему, тайме, если не ошибаюсь, вышел и потащил там несколько четких мячей. Тимур Дибиров, наверное, да, с его вот этими подкрутками невероятными, да, красивыми, да, мы отмечаем эти моменты, а вот кого-то еще можете выделить? Вы, Алексей? Ну, я думаю, что в принципе все ребята сыграли свою возможность, даже показали сверхрезультативность, что тоже Сергей Шельменко из четырех бросков четыре забил, Рыбок Сергей из шести пять забил. То есть это очень серьезный результат для заднего игрока. Кого-то выделять все сыграли, вот я считаю, что... на вашей позиции. Ну, я тоже в свое время был полусредним, да, поэтому мне это более понятно. Что скажу больше, наверное, отметить, конечно, прежде всего вратарей. То есть у нас тыл прикрыт был хорошо. И Вадик Богданов, и Виктор Киреев, хорошо отстоял, и его поменяли не из-за того, что он плохо стоял, а тоже отлично отстоял. Поменяли на Вадика, и Вадик еще лучше отстоял. То есть вратари сыграли супер. А вот здесь интересно, это решение в связи с чем было связано, как вы думаете, замена вратарей? Замена? Ну, я думаю, что это перед игрой уже было обговорено, что по тайму ребята будут стоять. Иногда стоят 15 минут, иногда по тайму, когда игра вратарей не идет, тогда и меняют. Так, Дмитрий, а почему вы удалили сообщение? Дмитрий присылал тут сообщение, которое хотел только что зачитать. Странно. Хотелось бы дополнить еще по Тимуру Дибиру, вы спросили как раз со своими подкрутками такими. Хотелось бы сказать, что мы наслаждаемся игрой не только Тимуру, но и многих наших игроков, да всех в принципе. Но прежде всего надо помнить, что команда соперников, она подготавливается к каждой игре, естественно, и просматривает всех игроков, все броски, любимые броски, любимые углы, и каждый вратарь, он готов к Тимуру, я уверен. Но как показывает практика, не всегда. Но показывает Тимур, тоже готовится к вратарям. Особенно команда Норвегии, они очень профессионально относятся к подготовке матча, у них записи на всех игроков, именно на Норвегии, но у Дании, у них очень, у них команда специальная, которая отслеживает, я думаю, по Тимуру они знают, что подкручивать будут, и вратарь готовится к этому. Но мы знаем, что Тимура не только подкрутки, он может и по-другому бросить, так что надеемся, что он забьет свои головы. А вообще, вот на вашей... Конечно, создался такой сильный клуб, в городе построили замечательный дворец олимпийский, Борис Иллович Громов оказал большую помощь в этом. И появилась такая команда, которая на протяжении уже 15 лет выигрывает чемпионат России, участвует в Лиге чемпионов также на протяжении 15 лет. Были времена, когда участвовали очень хорошо, дошли до финала четырех, к сожалению, не получилось выиграть. Но сейчас команда молодая, все равно играет Лиге чемпионов, борется со всеми на равных с командами грандами европейскими. Ну, конечно, благодаря Владимир Станановичу Максиму такой клуб появился в Чехии, в Подмосковье. Он идейный вдохновитель и создатель успехов. Да. Что приятно, уже чеховский «Медведи» 15 лет создание, клуба, и 15 лет подряд они выиграют чемпионов от России. То есть, был сильный состав. А вот с точки зрения развития гантвола, наверное, не очень все-таки, да? Чеховский «Медведи» является очень раздражителем для других команд, поэтому любой клуб, кто хочет выиграть, я думаю, он это сделает с удовольствием, победив в Чеховских «Медведи». Но в показы практики пока не удается. Нечасто. Не, но сейчас в последнее время, если у нас была как серия, там, два года мы не проигрывали матч, ни одного, там была одна ничья, сейчас команды вот Санкт-Петербурга, Краснодара, Астрахани пытаются там конкурировать, иногда выигрывают, там проигрывают один-два мяча, то есть накал уже есть. Если были моменты, когда мы играли, я помню, что, ну, вообще были игры простые, никто не хотел с нами играть, серьезно понимали, что зачем тратить силы, сейчас такого нету, сейчас все пытаются обыграть чехских «Медведей», и интрига присутствует до конца. То есть неясно, кто выиграет чемпионат России. Я сейчас открываю таблицу, чеховские «Медведи» на первом месте, предварительный, да, сейчас этап, я так понимаю, что из двух этапов, да, состоят чемпионаты страны? Да, и предварительный, и плей-офф. И плей-офф. Университет Нева, действительно, то, о чем вы сказали, Санкт-Петербург четвертая с Гаву Саратов, Пермь, Ставрополь, Волгоград, Уфа, Снежинск, Москва, Уор номер два, кстати говоря, в Суперлиге играет. Да, первый сезон. Это первый год, да, по всей видимости, потому что я-то удивлен, да, все эти сезоны. Очень долго не было московской команды, вот последняя, то как раз мы-то и были, ЦСКА, была команда ЦСКА, которая стала потом чехскими «Медведями». 15 лет, наверное, получается, не было. 15 лет не было команды и вот пор номер два, выиграли высшую лигу, заняли первое место и вышли. Вопрос-то мы, давайте продолжим, нашего слушателя, чем занимаетесь, да, поддерживаете? Форму поддерживаем, да, играем в гамбол на чемпионате Москвы, идем в Москве очень серьезный чемпионат Москвы по гамболу мужской. Мы с Алексеем играем за команду МГУ. Так, соответственно, вы заканчивали МГУ? Нет. Может быть, закончим. Никогда не поздно научиться, да, так же гласило. Ну, так получилось, что мы играем за МГУ, у нас там много ветеранов чехских медведей играет, там Егор Евдокимов, Александр Сафонов, Иван Чугай, Евгений Лушников. МГУ всех порывает. Да. Вот, мы играем, я еще немножко... Как скромно, да. Тренирую их. Вот, ну, поддерживаем форму, у нас три тренировки в неделю, одна игра, то есть, в принципе, не такой напряженный график, как мы были в сборной чехских медведей, но все равно мы себя держим в форме. Ну, и вы, как строгий тренер, как строгий наставник, да, не даете... Не даем расслабляться, да. гандболистом. Мужчины, скажите такую вещь, а вот тех денежных знаков вам хватает вот на жизнь вот сейчас, которую вы заработали в бытность профессионально, играя в гандбол? Ну, гандбол, это не такой высокооплачиваемый вид спорта, если сравнивать с хоккеем, футболом, волейболом, баскетболом. То есть, ну, в принципе, мы так, ну, я могу сказать, что были на тот момент лидерами, ну, в своем виде спорта. Немножко платили денег? Ну, немножко платили. Опять же, мы играли в Чехске Медведя, это был клуб, который, ну, и сейчас есть, который платит больше, чем остальные клубы. Спасибо Мособласти за это, как поддерживает все равно гандбол. Ну, сказать, что мы заработали миллионы, там, нам сейчас хватает, конечно, нет, такого не было. Сейчас приходится работать, да, все равно. А вот чем занимаются гандболисты? Вот приходится работать, если не тренер, если там не в игре, ну, я не про вас, может быть, говорю. Я тренер, пусть Алексей, расскажет. 15 тысяч рублей, так, окей. прежде всего, наверное, хочется сказать, что после окончания карьеры спортивной, всегда любой спортсмен, в любом виде спорта, он хочет себя найти в чем-то другом. Конечно. То есть, он не останавливается. И если ему это удается... Если он не футболист? Ну, давайте так. Ему главное, то есть, найти какую-то свою нишу дальше и развиваться так же, не остановиться. Тогда ему будет интересно. Не говорим о каких-то денежных там вопросах, о чем-то. То есть, самое главное, в жизни должно быть дальше продолжение. Потому что мы, как видим по практике, много спортсменов, кто закончил, столкнется с проблемой. трудоустройство и, естественно, проблемы быта, жития и так далее. Вот. И что Василий правильно сказал, он... Так, чуть вернемся назад, он закончил в свое время тоже спортивную карьеру. Вот в МГУ у него получилось так, что он попал в команду МГУ и начались там организационные моменты с его помощью кое-какие. И он стал подтягивать, так назовем это, людей, ему близко известных. И однажды у меня зазвонил телефон, Василий позвонил, говорит, не хочешь ли ты сыграть в команде МГУ. Это уже получилось, прошло где-то года два после моей окончания карьеры. И я совершенно не хотел гамбом заниматься, видеть его и смотреть, и слушать. Ну, вот как-то вот наелся, у меня было такое. Но после звонка Василия, как-то вот... А почему бы нет опять? Дайте-ка, он говорит, вернись, посмотри на одну треневку, приедь, посмотри там, можешь мячик покидаешь чуть-чуть. Ну, приехал, и с тех пор вот полтора года, или чуть больше, да, наверное, полтора-полтора года в команде. В том году мы заняли второе место. В этом году надеемся, естественно, мы же максималисты, и надеемся выиграть. Спорт из спортсмена никуда не уходят, да, все равно хочется двигаться, все равно хочется брать мяч в руки, в ноги. то есть ты отдохнуть может как-то... Вот даже это сейчас, наверное, не мода, а это в силу того, что очень много нагрузок, берут и девчонки там, да, у них какие-то бывают потом перерыва. И, наверное, я вот помню, был у нас такой случай, парень два года не занимался, именно гамболом, малышов в другую сферу. Но когда он вернулся, он находился в хорошей форме и продолжил. То есть паузы бывают на пользу. Алексей, ну так вы чем-то нашли, чем заниматься? Не говорю конкретно. Не получилось выйти, этот ответ. Да-да-да, вы не пудрите мозги, конечно же, этим всем. Я спортсменом пришел, и в итоге... Я занимаюсь... Я говорю, может, не называть, но типа, ну, как бы, есть профессия, Да, конечно, работаю. Не-не-не-не-не. Акси? Нет. Все просто. Государственная бюджетная организация, автомобильные дороги. Я сейчас там работаю, вот... Не самый тривиальный подход после завершения карьеры к обеспечению своей семьи и жизни вообще. В принципе, на этом и завершим. Оптимистичной ноте, да? Сейчас первая часть эфира, реклама новости. Далее вернусь с мужчинами, замечательными гандболистами, Василий Филиппов, Алексей Каманин, многократный чемпион страны по гандболу. И вместе с ними будем следить за бедрами. Биатлон женский, Кубок мира, Рупольдингс. Мужчина, вы что, совсем ку-ку? Не подарили, а взяла. Кредит в Локобанке. Кредит от 13,9% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее? Отправь заявку онлайн на локобанк.ру КБ Локобанк.АО Генеральный литер ДВРФ 27.7 Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три Кита» будет работать в ночь с 14 на 15 января. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте трикита.ру Пошла, пошла, поднажмем, чтоб праздник в новую квартиру. Ах, бороду-то зачем? Ничего, бороду тоже процентов на 10 подрезать можно. Эталон Инвест объявляет новогоднюю скидку 10% на все квартиры. Ряжем все, что отросло. Звоните. 37 и 5 восьмерок. 37 и 5 восьмерок. Проектная декларация на сайте эталондефисинвест.ру Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Матч за 60 секунд Матч третьего тура группового этапа Кубка мира по хоккею 2016 года Сборная России Сборная Финляндии Матч стартовал Артем Дроздов Владимир Дегтярев Работаем мы для вас И вот сборная Финляндии пошла в атаку И здесь опасно у наших ворот Финна атакует очень серьезно Такое ощущение что вроде как бы Финнам сегодня больше нужна победа потому что вроде им надо выйти из группы Да, на самом деле Финнам победа или поражение ничего не дает Наброс Ой-ой-ой Мой момент какой неприятный Бобровский Сам же потерял шайбу и тут же сам ее нашел Вброс шайбы в нашу зону Откок от лицевого борта А шайба вся по льду в конек Сергей Бобровский попадает Ему уже здесь с Володей за сердце схватились Ошибается сейчас наш коккеист побежал но побежал без шайбы Оставил шайбу практически арбитру Линейнову Но тот правда этим подарком не стал пользоваться Может на сувенир хотел ее оставить Штанга Браво сейчас нас спасает Штанга это лучший друг вратаря Сергей Бобровский выручает Официальные курсы валют установлены Банком России на выходные и понедельник Доллар 59 рублей 37 копеек Евро 63 рубля и 12 копеек Светлана Матвеева все что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм Ну а сейчас ситуация на московских дорогах по информации портала Яндекс.Пробки дороги почти свободны затруднения оцениваются всего лишь в 3 балла некоторые сложности есть на улице Ленина Волоколамское шоссе от улицы Карбышева до Постаги БДТ здесь время в пути почти 50 минут а скорость потока 6 км в час также небольшие сложности есть на Можайском шоссе от железнодорожного моста до улицы Чикина скорость потока 8 км в час а время пути 25 минут Спорт.фм в гуще событий пока вы у приемника Это программа выходного дня Спорт.фм единственную спортивную радиостанцию в нашей с вами замечательной большой стране меня зовут Роман Щерба у меня не менее замечательные нежели наша страна гости Василий Филиппов Алексей Каманин многократные чемпионы страны по гандболу выступали за чеховские медведи ваши вопросы гостям мужчинам приветствуются 495-276-1932 276-0932 это телефоны прямого эфира есть телефонные звонки сейчас мы услышим их обязательно я же вам скажу что спринтерши биатлонистки стартовали и первую стрельбу Василий и Алексей обещали мне прокомментировать для вас как лучшие лучшие комментаторы российского биатлона в России же вот и Тоттенхэм Безбромович продолжает с матч в английской премьер-лиге здесь 2-0 Тоттенхэм 50-ая минута а теперь вот Сергей услышим Сергей здравствуйте здравствуйте всех со старым новым годом можно немножко от серьезных тем на веселую переключиться связанную с гонболом давайте ну я знаю что в команде Василия ласково называли филей а все КамАЗом и в связи с этим два вопроса ну прозвище Василия производная от фамилии это ясно наверное еще от папы все это перешло известного гонболиста Кунцева а вот у Леши вроде бы фамилия Каманин да а вот прозвище КамАЗ вот откуда это пошло из тех давних детских времен или уже с того времени когда Алексей перебрался в чеховские медведи и второй вопрос по этому поводу почему Витя Киреева сейчас называют медведем спасибо Сергей ну с Василием разобрались да Сергей сам мне стоит уже начинать отвечать по прозвищу КамАЗ так назовем это получилось все это когда первый раз я пришел а можно я предположу вот если бы на дороге встретились КамАЗ и Алексей то здесь еще большие вопросы кто бы пострадал КамАЗ и КамАЗ встретились получилось бы все это прошло все это произошло в самом начале так скажем моего пути спортивного то есть только пришел в команду и я начал поздно заниматься именно гамболом это было 15-16 лет где-то назад нет именно и назад это было давно и за наверное мою какую-то там ну наверное фамилию начало фамилии плюс там какое-то было там качество упрямство там упёртство там я не знаю все-таки не метрические данные может быть даже я потому что никогда не спрашивал об этом ребят как назвали так оно и пошло пошло и почему-то когда уже переехал в другой город и в Москву и попал в другую команду оно привязалось так дальше и пошло пошло и сбор а вы где начинали заниматься команды я начинал заниматься в городе Кишинев один год так получилось позанимался у замечательного тренера Александра Алексеевич Коваленко сильнейший молдавский и который сейчас в данный момент тоже тренирует в городе Чехове команду возраст только не знаю какой дублеров ну дублеров да команда дублеров вот и начинал там переехал в Москву через год буквально то есть 15-16 начал то есть за год уже было понятно что Алексей Каманин будет гонболистом так повезло вот интересно а как получилось что в 15-16 лет только познакомились с ручным мячом до этого другие занимался всем ну как любой советский ребенок занимался всем любимым видеоспортами то есть начиная от футбола во дворе до всяких даже дзюдо было ну дзюдо понятно а биатлон был? вот у меня в школе был биатлон в Кишиневе в Молдавии а нет был снег но не так часто как вот я сейчас смотрю в телевизор вот где бегут наши биатлонисты и не было так часто снега но все равно видел даже на коньках на лыжах я умею кататься с детства научился это это очень характеризующая Алексея сейчас вот как раз сидим в студии и читаем новости я вижу что команда КАМАЗ заняла первое и второе место так а вот и новая профессия это очень да это очень приятно новостной ведущей мы все когда-то с новостников начинали Сергей здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте у меня вот вопрос такой Алексею вот сегодня наша сборная на чемпиате мира будет играть и вот мне хотелось бы узнать его мнение ну чисто для осталочки сегодня матч будет верховой низовой и по таймам вообще как обычно там тренер установку дает там не дать много забить противнику или наоборот там в первом тайме накидать постараться там по максимуму Сергей а какой верх какой верх сколько там мячей 50 50 с половиной 58 58 все понятно спасибо Алексей интересный вопрос вы так хитро улыбаетесь Алексей мне кажется вы сами играете период я скажу честно никогда в своей жизни я не играл и хотя неоднократно спрашивали и до сих пор мне сейчас ребята спрашивают на работе возможность прогноза вот иногда так скажем консультирую но сам не ставлю не играю проконсультируйтесь по поводу сегодняшней игры прогнозы конечно это всегда такая вещь спорная но скажу что первой не будет таких установок прямо там каких-то первый и второй там там минимум или максимум но можно будет играть от защиты как импонирует игре Дмитрий Таргованов ставит команду установку и я думаю что результат не должен быть превышать 58 мячей да может что будет меньше да мое мнение я тоже думаю что будет меньше потому что команда сильной защиты голов я думаю не будет так как с Японией меньше намного контратака конечно Норвегия славится своими контратаками края у них хорошо бегут но я думаю что наши ребята не дадут много забить в контратаку поэтому счет будет невысокий Василий Филиппов Алексей Каманин многократные чемпионы страны по гандболу в этой студии на спорт.фм до 6 вечера мы вместе с мужчинами говорим о гандболе вы можете любые свои вопросы задавать как мы видим запрятных тем для нас нет даже букмекерские букмекерские конторы вспомнили 495-276-1932 276-0932 смс портал 5533 в начале сообщения слово спорт вайбер ватсап 8925-4293-2 ребята привет как вы думаете как скоро наша сборная сможет выиграть олимпийские игры спасибо пишет нам Роман понимаю что не по теме ну почему не по теме наша женская сборная по гандболу уже выиграла олимпийские игры а мужская способна вообще на это конечно способна а потом что Пекин шестое место в Лондон не отобралась сборная и также в Рио не отобралась сейчас начинается новый цикл олимпийские 4 года то есть в принципе после этого чемпионата я думаю состав еще будет омоложаться и поэтому ну сейчас рано говорить что про японскую олимпиаду но еще не факт что мы туда попадем еще два турнира будет ребята внимание Алексей и Василий сейчас работают для вас на биатлоне Екатерина Глазырина первый промах так отлично попали 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 и еще раз попали с одним промахом Екатерина Глазырина неплохо для спринта это плохо скажу я я смотрю очень сильно идет снег это же мешает наверное стрельбе потому что очень сильно идет снег безусловно погодные условия в Рупольдинге сумасшедшие просто там невероятная метель была накануне Татьяна Акимова одна из лучших ныне российских биатлонисток ну по этому сезону будем говорить так привлекаться она серьезно начала только в этом сезоне ну и в общем-то свое привлечение оправдывает своими же результатами уже заезжала на подиум молодец Татьяна но вот после нового года пока ну Верхов в целом провальный получился посмотрим что в Рупольдинге в спринте в гонке преследования если туда отберется Татьяна покажет Василий Филиков Алексей Камань многократный чемпион страны по гандболу Глазырина с седьмым результатом после первого огневого рубежа и с одним же промахом 27,9 уступает Мире Гёснер немке лидеру пока промежуточному на этой в этой гонке в спринтерской Ольга Почфарова только-только стартовала далее у нас ну Статьяна Акимовой да которая после нее где-то будет сейчас подходить к отметке 1 километр 400 метров есть еще телефонные звонки Александр здравствуйте добрый день добрый добрый день Алексей добрый день Василий хотелось бы такой вопрос задать к сожалению пропустил начало эфира не услышал как лучше ребенка привезти секцию да то есть я думаю вообще сейчас спорт общий он очень начал рано спорт начали очень рано приводить детей и это обусловно тем что сейчас профессиональный спорт он требования очень большие являет и ребенок должен быть подготовлен по всем параметрам по всем параметрам скорость и сила и так далее и так далее уже приходить за взрослой командой там в юношеские молодежные и за взрослые поэтому любая секция скажу что любая секция для ребенка это будет очень здорово занятие спортом это важно и ребенок 9-8-10 или там во сколько лет попадет в гамбол это не важно в принципе я считаю что если он до этого занимался другим видом спорта развивающим его скорость выносливость его возможности самое важное привести ребенка в секцию Алексей в 15 лет пришел тоже получается тоже бывает и достиг результатов бывает действительно удивительно когда человек Ольга Почуфарова точно молодец Ольга одна из самых перспективных и талантливых наших спортсменок точнее талантливых перспективных она уже была в прошлом сезоне первая стрельба проходит с нулем кстати говоря я же упустил наверное Татьяну Акимову или она еще не подошла нет Татьяну Акимову мы еще на стрельбе не видели первую стрельбу Василий комментировал сейчас я наверное должен был бы ну мы успели немножечко да вот это знаете да наверное это финская спортсменская да финка а фамилия имя не-не-не Кайса Мяк Арайнин это была финская ракета ее называют вот и она готовится к выходу на старт в середине протокола стартового будет начинать сегодня финка Люси Чарватова из команды Чехии мажет ну и забываем про Люси 495-276-1932-276-0932 телефон на прямой эфир смс-портал 5533 в начале сообщения слово спорт вайбер ватсап 8925-42-93-2 читаю сообщение в ватсапе а я племянник Дениса Кривошлыкова нашим побед знают ли ваши гости такого гандболиста конечно конечно мы играли в сборной играли в клубе в ЦСКА с ним вместе Денис выдающий нас гандболист выигравший по-моему все за сборную титулы олимпийские чемпионат мира чемпионат Европы а это значит племянник нас слушать а вы племянник не подписавшийся к сожалению да без имени чем занимаетесь занимаетесь ли гандболом кстати у вас дети же есть да у меня трое трое у меня один зовут Илья гандболист нет я ему как бы никогда не говорил об этом о гандболе и не привел ничего просто один раз привели бассейн сказали вот надо поплавать в бассейне он профессионально занимается полтора года он уже занимается плаванием не знаю как профессионально но а сколько лет я с него трефагирую сколько лет ему 8 лет а 8 ну нет уже можно уже можно требовать у него первые соревнования были уже выиграл да третье место третье место выиграл А у вас вообще трое детей, и насколько мне известно, у вас супруга гамболиста, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта. То есть здесь, наверное, выбор у детей очень сильно ограничен. Ну да, очень хотелось бы, чтобы кто-то из трех занимался гамболом, потому что не только я и жена моя гамболисты, у меня и папа с мамой тоже гамболисты. Хотелось бы, чтобы уже в третьем поколении тоже были гамболисты. Ну, дочка старше 9 лет, она занимается танцами, Тодосом сейчас как бы, но тоже говорит, что папа, я бы хотела попробовать на гамбол походить. Сыну 7 лет среднему, он сейчас очень любит футбол, пошел в школу и начал заниматься секцией футбола. Младшему 5 лет, но вот я думаю, что на младшем попробуем гамбол, потому что он очень спортивный, развитый. Ну, я думаю, что попробуют все, то есть... Так или иначе. Да, так или иначе. Так как папа тренер, берет их на тренировку, все равно. Ну, у них есть какие-то преференции. Алексей показывает на монитор в нашей студии. Да, узнал он спортсменку, наконец-таки биатлонистку, это Дарья Домрачева. Тоже родила 3 месяца назад и уже, соответственно, на трассе. А вообще отсутствовала полтора года в серьезных соревнованиях. И сейчас, после первого огневого рубежа, рубежа сразу за Татьяной Акимовой. Она вторая. Вот такие промежуточные лидеры у нас. После первой стрельбы Акимова с нулем. После второй Глазырина. Вторая. Сейчас с одним промахом 20 секунд Витоци, итальянки. Она уступает. Под Чуфарова стреляла точно после первого огневого рубежа. В итоге седьмая. Седьмая кто еще? Ну, из наших больше пока никого. Никого. Макарайнин, кстати говоря, нами упомя... А, нет, это Маркнин. Другая. Макарайнин еще не доехала до первой стрельбы. Анастасия Кузьмина, российская подданная в прошлом ныне Словакию, представляет. С одним промахом, последним выстрелом. Мне кажется, она отстреляла уже когда винтовку на плечо повесила, поэтому промахнулась. Вот. И многократный чемпион России по гандболу Василий Филиппов, Алексей Каманин. В нашей студии говорим, естественно, о гандболе. Еще несколько ваших вопросов, уважаемые друзья. Огромный привет и на лучшие пожелания Василию от персонального болельщика. В Люберцах такой живет Антон Долбилин. Знаете такого? Спасибо большое. Нет, не помню. Персональный ваш болельщик. Передавай на ты. Может себе позвать. Передавай привет, так как личный поклонник. Ване Чугаю и другим ребятам. А, понятно. Спасибо большое. Передам. Все. Мужской гандбол просто в пятой точке. Евгений, это вот такое сообщение, такое мнение есть. Но был, был, был. Два года назад чемпионат мира можно таковым назвать. Наверное, в Катаре все-таки. Ну, конечно, провал. Это действительно провал. Я думаю, что никого словами Жоа вы не удивите. Евгений, все с этим согласились. Но, вот за последние два года, ребята, что скажете? Вот Шишкарев стал президентом. Что-то изменилось? Каков подход ныне? Конечно, изменилось. Сергей Николаевич делает колоссальную работу, помогает... Я задал такой глобальный вопрос. Сейчас понимаешь, что у нас минута до рекламы. Ну, ладно, да. Ну, помогает гандболу. Начнем. Благодаря нему, в принципе, и олимпийские золотые медали девочки выиграли. Все-таки не Трифилов. Нет, Трифилов, конечно, нет. Но это не Трифилов, это большое количество людей, которые все это сделали. Понятно, что Трифилов главный тренер. Сергей Николаевич, это президент. Девочки выиграли. Но еще много людей, которые делали их результат. Вот. Ну, насчет того, что изменилось. Но я думаю, да. Это успехи на международном уровне. Давайте мы после рекламы новостей поговорим еще о нашем чемпионате. Да, что может быть в нем изменилось, изменилось ли с ваших профессиональных годов. Пауза сейчас на Спорт.ФМ. Напомню, что у нас в гостях Василий Филиппов и Алексей Каманин. Многократные чемпионы России по гандболу. Реклама В «Спортмастере» цены пополам. Марафон зимних распродаж в самом разгаре. «Спортмастер». Ни дня без спорта. Сроки акций с 9 по 31 января. Количество товаров ограничено. Подробности на сайте sportmaster.ru Организатор ООО «Спортмастер». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Город. Город. Герой. Герой. Один город. Один чемпион. На «Спорт.ФМ». Город. Тула. Герой. Алексей Махно. Мастер спорта по кикбоксингу. Профессиональный боец смешанных единоборств. Я вырос в городе Тула. Очень горжусь и люблю свой город. Он известен всей России своими пряниками, самоварами, оружием. Но мне он известен немножко с другой стороны еще, своими спортивными школами. У нас очень развиты единоборства, у нас очень развит футбол. Сейчас в премьер-лиге играет наш футбольный клуб «Тульский Арсенал». И очень приятно, что на матчи нашей команды ходит народа больше, чем на любые другие матчи в премьер-лиге. Я очень этим горжусь и желаю ребятам успехов. Знаете ли вы, как важно быть терпеливым? Бобби Рафин прибыл на бой против Джонни Греко сильно заранее. Долго ли, коротко ли, а сидеть в раздевалке ему стало скучно, и он решил пойти погулять. И вот как раз в эту минуту рефери послал за боксерами, чтобы пригласить их на ринг. Рафина найти не смогли, и чуть было уже не засчитали ему поражение. Но тут запыхавшийся Бобби вбежал в зал, на ходу скидывая с себя одежду, и секунда в секунду успел к стартовому гонгу. Сумо – это один из древнейших видов единоборств, дошедший в почти неизменной форме до наших дней. Цель Сумо – заставить соперника выйти за круг, в котором ведется борьба, или принудить его коснуться земли любой частью тела, кроме ступней. Сила борцов Сумо и развиваемая ими скорость так велика, что схватки часто заканчиваются уже после первого столкновения. Быть победителем Сумо недостаточно. Чемпион должен еще и показывать красивый стиль, иначе высших почестей он не добьется. Словарь спорта. Ритмы спорта на Спорт-ФМ. Гимн футбольного клуба «Локомотив». Бокс – это дружеское кровоизлияние. Советский писатель-сатирик Эмиль Кроткий. Гарри Кейн забивает третий мяч. Делиале отдал пас на Кайло Уокера. В бровку сюда, в лицевую даже, Уокер расстрелил на 11 метров. И тут Гарри Кейн в лучших традициях Василия Филиппова и Алексея Каманина, когда они выступали за Чаховских медведиц, забивает этот мяч, правда, в гандболь. Вот такие мужчины в гостях. У меня еще час ближайший. Говорим о гандболе. Чемпионат мира во Франции проходит в эти дни. А давайте-ка мы посмотрим, нет ли начавшихся матчей. А есть начавшиеся матчи во Франции. Бразилия-Польша 11-5. Это наша группа. Наша группа, да. Исландия-Словения 5-5. С исландцами играли когда-нибудь? Да, конечно, очень много мы играли с ними. Хорошая сборная. Просто всех удивила она, да, на чемпионате Европы, если вы следите за футболом. Да, конечно. А в гандболе привычная история все-таки Исландии? Или нет? Или тоже такая выскочка? Вообще сборная Исландии, она для России неудобный соперник. И в свое время она достаточно много выиграла. Вроде она не на слуху, но бронзовых медалей у них много. В Пекине. А в Пекине олимпийское серебро у них, да. Это был сюрприз, да. Они были всегда сильные команды, где-то 5-6 место, а в Пекине взяли серебро. И потом два года они были всегда призерок на чемпионатах Европы. Ну, то есть гандбольная сборная Исландии чуть раньше начала раскрываться, нежели футбольная, да. Нежели футбольный мир узнал Исландию. Ну, футбольная сборная Исландии, я знаю, что два гамболиста играло на чемпионате вот в этом Европе. Там много кто играл. Ну, в футбольной сборной играли те, которые играли в гамбол раньше. Ну, не в сборной, а занимались, да. Да, там и повара, и техники, и прочие. Лекарь, лекарь, аптекарь. Да, пекарь, лекарь. Ну, практически как у нас гандболь, ребят. Практически как у нас гандболь. Утрирую, конечно, но все-таки. Вот мы поговорили в прошлом часе, в конце его, о тех успехах, которые есть в российском гандболе, или их нет, да, или об их отсутствии с приходом Сергея Шикарева на пост президента. Я знаю, что Андрей Лавров, наш прославленный вратарь, долго уговаривал Сергея Шикарева так стать президентом, да, ну, баллотироваться, по крайней мере, на пост президентский Федерация России гандбола. Вот. И в итоге, как мы видим, все удачно получилось. Насколько мне известно, Сергей Шикарев не имел большого отношения к гандболу, но, что самое важное, вроде как он не лезет в устройство, в спортивную составляющую. Или все-таки у вас другие данные. Это же важно, когда человек, спонсирующий, находящий этих спонсоров, руководящий, но не имеющий отношения к спорту, да, как таковому, остается в стороне. Ну, Сергей Николаевич не остается в стороне, он... Ну, по крайней мере, не советует же Дмитрию Таргаванову поставить с того или иного. Ну, конечно, по игре, по тренировкам, это не его задача, как бы его задача поставить тренера, ну, руководить. Но все равно, Сергей Николаевич находится в центре, он все контролирует. На, та же, на первую игру с Японией, специально полетел на игру, хотя он занятой человек, у него, кроме гамбола, еще свой бизнес, но постоянно со сборными, с женскими, с мужскими, он находится на турнирах, по мере возможности своей, по времени. Это важно? Важно, очень важно, потому что он всегда находит слова нужные, заряжает энергией, перед игрой. Девочки даже рассказывали на Олимпиаде, что он был постоянно там с ними, что настрой Сергей Николаевич делал колоссальный перед играми. 495-276-1932-276-0932, телефоны прямого эфира, Василий Филипп, Алексей Каманин, Тоттенхэм забивает четвертый мяч, по-моему, это Гарри Кейн вновь, и это хет-трик, ребята. Вот, можете задавать вопросы, касающиеся гандбола, вайбер, ватсап, 8-9-2-5-4-2-ки-93-2, СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Еще промежуточные результаты биатлонные вам скажу. Франциска Хильдебрандт, Татьяну Акимову отодвигает на второе место на финише. Дарья Домрычева отодвигает Акимову на третье место. Напомню, что у Акимовой промах один так же, как и у белорусски, которая Хильдебрандт проиграла 35 секунд, Акимова 40. Но после второй стрельбы сейчас солидирует Кайса Мяка Райнин. Еще есть, соответственно, Лаура Дальмайер, которая после первой стрельбы вторая. В общем, там есть, кому еще подвигать Татьяну Акимову. Екатерина Глазурина финиширует пока на пятой строчке, Почуфарова на десятой. С нулем, ребята, это о многом говорит. Это вот такая функциональная готовность у наших девчонок. А Селина Аймония, например, француженка и Люси Чарватова, допустившие по три промаха, то есть, они пробежали лишних 450 метров штрафных кругов и оказались выше, чем Почуфарова. Проиграв минут 34, Почуфарова минут 40 с нулем. Да, вот так вот готовы физические функциональные, ходом готовы наши спортсменки. Ну, по крайней мере, Ольга Почуфарова. Так, гонбольные вопросы продолжаем освещать. У нас уже два матча начались. Бразилия-Польша, Исландия-Словения. 6-7 исландцы уступают словенцам. Бразилия-Польша, наша группа. 13-7 23-я минута идет в этой встрече. И ваши вопросы. В Вайбере, здравствуйте, в 90-х болел за наш Челябинский полет, а сейчас называется Динамо. Увы, в Челябинске гонбол умирает. Была такая команда? Играли против полета? да, и в Челябинске. Динамо это преемник, тот же клуб, они тренируются в том же зале, просто, видно, поменялся спонсор. Полет в Челябинске очень сильная команда, она играла в Еврокубках, была в призерах чемпионата России. Сильная команда, и из Челябинска очень много игроков в сборной играли, олимпийскими чемпионами становились Валерий Гопин, один из них, там, Вячеслав мешков французов, французов, да, Алексей, там, Алексей французов. Челябинс сейчас идет на последнем месте в Суперлиге, вообще, вот что можете сказать, это то, как раз таки, о чем я хотел поговорить, мы слышим гандбол, сборная, мы слышим гандбол, трифилов, мы слышим гандбол, чеховские медведи, чемпионат мира, слышим, да, олимпийские игры, да, слышим, чемпионат Европы отчасти, еврокубки еще меньше, о чемпионате России вообще практически ничего не слышим, если, если не интересуемся пристально гандбол. Вот с этой точки зрения, как вы видите дальнейшее развитие, как популяризировать спорт, если по факту, ну, очень мало информации, помимо сайта, есть у федерации гандбола. Как популяризировать спорт? Мы видим, что вот в Челябинске люди, например, расстроены тем фактом, что Динамо последнее место занимает и вообще гандбол сейчас такое поверхностное отношение в области. Гандбол, да, поверхностное отношение, но мужской гандбол практически вот не показывает по телевизору, если женские, только Лигу чемпионов показывает мужской гандбол, если женские показывают даже чемпионат России, потому что достаточно много сильных команд, которые проводят интересные игры. Мужской гандбол, можно сказать, так, ушел в стиле экранов, только Лига чемпионов. Ну, не сказать, что слабый уровень, как бы, все равно команды, пять команд играют в Еврокубках. не достигают, конечно, высот там, но игры интересные. Как изменить ситуацию? Даже не знаю. Жалко, конечно, что гандбола мало, как мужского и в новостях, и на телевидении. Хочется, конечно, чтобы уделяли больше внимания, так же, как баскетбол. Это работа федерации или работа и самих игроков, участников процесса самого. Мы знаем Константин Игропол, вы с ним даже пересекались на площадке в свое время в Чеховских Медведях, который, в общем-то, со своей точки зрения, вот, да, до прихода того же Шишкарева, делал для гандбола больше, чем вообще вся взятая, с точки зрения популяризации, да, создавая программу, постоянно трубя о гандболе в социальных сетях и прочие-прочие какие-то моменты такие медийные, делал исключительно практически Костя один. Вот сами футболисты должны, может быть, себя так позиционировать и вести, да, или это и вопрос федерации, или всех вместе? Наверное, вот то, что делает Костя, это ему огромный плюс, но игрок и либо тренер, он этим, в принципе, не должен заниматься, потому что у них своя задача, за которую они несут ответственность, там, это результат, дать результат. То, что в плане медийности и организации матчей и популяризации спорта и в регионе вообще как спорта, это прежде всего федерации и местных властей с собой управления. Региональная федерация, федерация России. Больше их вопросов, пресс-службы, пиар-службы, которая есть ли или нет у федерации Ганбол, или это одна структура, да, пресс и пиар, хотя это немножко разные вещи. То есть через федерацию должно идти и поляризация этого вида спорта. Не только крупные соревнования, может быть, показывать, но еще и как минимум говорить о том, что происходит в чемпионате страны. А вот трибуны заполнялись в ваше время и сейчас зрители ходят ножками на матч. Ну вот в наше время в зал вмещал две... Три с половиной. Три с половиной. Три с половиной тысячи. Чехой. Чехой, да. Олимпийский. И все игры Лиги Чемпионов был в принципе почти заполнен. Какими силами, какими людьми, но он был, то есть картинка была всегда... Чеховских медведей, порывавшие всех в Европе и в нашей стране тоже путность игроками этого клуба. Ответьте мне вот на какой вопрос. Уместно ли уместно ли тренеру команды не приглашать не по спортивному принципу человека в сборную, если он того заслуживает? Как, например, то, что происходило там с Константином Игрополов в свое время, когда его не вызывали после Чемпионата мира в Катаре и не вызывают до сих пор. Но мы... Он один из лучших там был гонболистов, да, и сезон заканчивал в Европе, по-моему, прошлый, да. Да и сейчас вроде не в плохой форме находится, но в сборной его нет. Уместно ли вступать именно так? Или все-таки наступив там, переступив через себя, я не знаю уж, какой там конфликт там происходил, ну, точнее, знаю, но не буду, да, сейчас его выносить на всеуслышание. Вот. Потому что с Константином мы периодически общаемся. Так, как вы думаете? Ну, вопрос этот часто задавался, почему не вызывать сборную Костя Гропов? Так. То есть, много, в принципе, ответов было, да, но мое мнение... Но мы не будем сейчас пытаться выяснить, почему, да, вот надо или не надо, несмотря на конфликт. случившись. Это решает тренер. Он сам понимает, что ему нужно, какой ему нужен состав, какие отношения, не отношения, это не ставится на первом месте. Тут важен результат. вы думаете, что игрополу, допустим, не усилил бы нынешнюю команду? Мы не являемся главным тренером сборной, мы не можем так говорить. Если главный тренер его не берет, значит, он считает, надо взять других игроков. Это его мнение, он видит по игре. С тем, что он говорит, допустим, не подходит под схему игроков. мы не можем говорить так, как за кого-то. Если тренер несет ответственность, главный тренер. Хорошо. Наше мнение, как спортсмен. Я думаю, что усилил бы и помог бы в каких-то моментах, потому что Костя опытный игрок, сейчас неплохо выступает, в хорошей физической форме, становился лучшим, по-моему, игроком, он играет сейчас в чемпионате Дания, становился два месяца лучшим игроком Дании, как раз буквально месяц назад. Хорошая форма показывается, много голов забивает. Но даже в расширенный список не попал при этом. Ну, это другой момент, это разговор о том, что тренер решает. Наше мнение, на мое мнение, как спортсмен, он бы в каких-то моментах помог бы, потому что игрок хорошего уровня, уровня сборной, он играл в сборной, был провален чемпионат Катара, в Катаре чемпионат мира, но это не Костин провален, а также сборный, потому что один игрок не делает результата, потому что это командный вид спорта, здесь команда играет. Ну, значит, на этот чемпионат Торгованов как бы посчитал, что не нужен как бы в составе. Мое мнение, что Костя помог, конечно. Опять же, мы видим вот омолаживание команд, то есть идет много... Ну как, Алексей, но все же немного. Мы одна из самых возрастных команд на этом чемпионате Тюмене. это из тех людей, которые в ней есть, то есть некоторые, там, Саша Чернованов, ему 38, по-моему, или 37, то есть достаточно уже состоящийся такой игрок, и... Но есть другие, для которых это первый чемпионат. Куринский, потом... Киселев. Киселев, тот же Левша, да. То есть для них это первый чемпионат, первый выезд за сборную именно. И они уже отметились голами. Я считаю, это для них это тоже как эмоционально важный подъем был в игре с Японией, когда они выиграли, они забили первый бросок, и они свой первый гол забили. Очень важно. 495-276-1932-276-0932 Это телефоны прямого эфира. Габриэла Каукалова финиширует. И вторая. В итоге она после Макаранин 22 секунды промаха Дальмайра третья. Задавайте свои вопросы многократным чемпионам России по гандболу Василий Филиппов, Алексей Каманин в этой студии. Вайбер, ватсап, 8925-4-двойки, 93,2. Миха здесь продолжает писать ватсап, мужики, потому что весь мужской игровой спорт в 10 раз интереснее женского. Престижнее. Это ответ Миха на вопрос, почему Трифилов не хочет тренировать мужчин. Во многом Мих с вашими рассуждениями согласен, но не в этом, не в данном конкретном случае. чемпионате мира возвращаемся. Да, возвращаемся к чемпионату мира, следим за тем, что происходит. Сейчас перерывы в матчах Бразилия-Польша, Исландия-Словения, бразильцы и славянцы пока лучше. Кто еще, на ваш взгляд, фаворит нынешнего турнира во Франции? Вот кого перечислить. Прежде всего, это, конечно, Франция. То есть, это обязательно, мы с Василием поговорили, обязательно мы думаем, что она будет в финале. Выиграть не выиграет, это уже вопрос финала. Это действующие чемпионы мира. Сильные кто претенденты на попадание в финал и на выигрыш, это сборная Дании, это любая скандинавская команда, то есть, либо Швеция, либо Исландия, потому что скандинавский гамбол на верхах, он силен. И не будем забывать команду Испании, которая очень любит чемпионаты после Олимпийского цикла, то есть, именно первый самый чемпионат, они любители его выиграть. Так исторически сложилось? Наверное, на моей памяти так один чемпионат сложился, который они выиграли и достаточно мне показалось легко. Вот, Испания и мне кажется, команда сюрприз будет это Словения. Словения, да. А Катар? Я не думаю, что она стрельнет, как на предыдущем чемпионате. На своем. Да, они проиграли первую игру сейчас Египту, два мяча. Я думаю, что на этом чемпионате они не покажут таких высоких результатов. Ну, что интересно, по-моему, да, у них же все свои же были, да, игроки? Нет, наоборот. А, наоборот. А, это с мини-футболом я путаю. С мини-футболом путаю, простите, да, наоборот, да, в гандболе большинстве своем легионер. Василий, а у вас те же самые фавориты, Алексей Сканал? Да, конечно. Европейские, конечно, команды, это Испания, Словения, это те команды, на которые, если мы выйдем из группы, попадем, это та сетка. Конечно, шведы, ну, я думаю, да, такие же, как Алексей сказал. Ну, еще я хотел отметить команду Бразилии, хотя она с разгромом проиграла первый матч французам, матч открытия, но, мне кажется, это команда сюрприз тоже, потому что они проводили Олимпийские игры, команда обычно после каких-то серьезных турниров очень делает большой шаг по развитию, и мне кажется, что вот Бразилия может, я, конечно, не считаю, что они будут фаворитом бороться за золотые медали, но подпортит очень много сильным командам. Короче говоря, со счетов их не сбрасываем. Не сбрасываем. Алексей Каманин, Василий Филиппов в студии Sport FM еще полчаса, у нас реклама новости, далее возвращаемся. Реклама Мужчина, вы что, совсем ку-ку? Не подарили, а взяла. Кредит в Локобанке. Кредит от 13,9% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее. Отправь заявку онлайн на locobank.ru КБ Локобанк АО Мы наносим удар в гипермаркете наш. Окорочка куриные 1 килограмм 99,90. Яблоки Гольден 1 килограмм 64,90. Цены действуют с 11 по 15 января 2017 года в гипермаркетах наш. Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 100 лет в истории спорта на Спорт-ФМ 1963 год СССР запускает 12 спутников Земли-космос А Валентина Терешкова становится первой женщиной-космонавтом В Далласе убивают всенародно любимого американского президента Джона Кеннеди Франция и Западная Германия заключают договор о сотрудничестве положив конец четырехвековому конфликту А в это время В местечке Кантон что в штате Огайо открывается зал славы американского футбола До 1920 года городок был известен пожалуй лишь тем что в нем покоился прах 25-го президента США Уильяма Макинли Но в 1920-м именно в Кантоне на территории автосалона Хаб Мобайл владельцы четырех клубов страны приняли решение о создании профессиональной лиги И вот 43 года спустя в том же Кантоне функционеры НФЛ учреждают зал славы попутно выделив пять главных по их мнению качеств достойного прославления атлета преданность игре честность смелость уважение и беспримерное мастерство КОНЕЦ Долбика проще и безопасней. Так и повелось. Слово круглое, а площадка вовсе даже нет. Кубок Англии – это пример футбольной демократии. Любая команда может принять в нем участие. Совсем другое дело – Кубок Английской лиги. Этот турнир появился в середине 20 века, чтобы подчеркнуть элитный статус команд, которые выступали в четырех лучших лигах страны. Кубок своеобразной формы с тремя ручками и чеканной крышкой купил на свои деньги председатель футбольной ассоциации Джо Ричардс. Интересно, что победители турнира в те годы получали на память не медали, а серебряные кружки. Спорт-ФМ. Спорт-ФМ. Путь первым. Улицы. Утром воскресенье мучает жажда. Жажда скорости. Спорт-ФМ поможет. Каждое воскресенье в 12 часов дня. 100% скорости с Максимом Корольковым. Все самое интересное из мира высоких скоростей и низких клиренсов. Слушай высокооктановые 100% скорости только на Спорт-ФМ. Спорт-Лайф. Точная передача спорта. Это программа выходного дня Спорт-Лайф. Меня зовут Роман Щербов. В гостях у нас еще полчаса многократный чемпион России по гандболу Алексей Камань и Василий Филиппов. Говорим об этом в виде спорта. Знаю, что ребят слушают их знакомые, в том числе команда МГУ. Тренером, который Василий ныне состоит. И Алексей, который, соответственно, выступает в этой команде в роли кого? На какой позиции играет Алексей? Защитник. Надеюсь, помощник-защитник. Помощник-тренером. Или полусредний все-таки. Но сейчас больше Алексей играет в защите. Где меньше надо бегать. Ну, там тоже работать надо очень хорошо. Нет, Алексей бежит в контратаку, иногда забивает голову. Иногда бежит и еще меньше забивает. Нет, шутки, конечно же. Вот, просите песню вы. В общем, те люди, которые слушают мужчин. Но это на Европе+. Вот туда звоните, там вам все ответят. И поставят песню, ну, либо другое какое-нибудь радио музыкальное. У нас по ночам периодически сейчас включают музыку. Может быть, и днем будем. Вернемся к той практике, что будем и днем пользоваться различными музыкальными штуками. Так-то нам запрещено это делать. А, кстати, вот хобби у вас есть какие-то? Может быть, музыка на гитаре кто-то брончит? На пианину? Или рыбу ловит? Хобби. У нас с Алексеем во всех анкетах, когда мы играли, было написано, что боулинг. Тоже мяч в руке? Ну, шарк катали. В 10-летних давности анкетах. Даже, по-моему, в 15-летней давности до сих пор везде пишут, что это хобби. Ну, когда трое детей, как бы... Какие хобби дети говорят? Какие хобби, да. Один в футбол хочет поиграть, другой что-то еще, а там на хобби уже не остается, возможно. Мне нравится рыбалка в последнее время. Алексей? Ну, вот я, Вася правильно сказал, что действительно хобби на свое время личное не хватает времени. Но у меня всегда было, наверное, такое желание, охота. Но на это никогда не было времени. Ну, еще не поздно же начать. Еще не поздно. А то есть нравится стрелять по зверушкам? Не обязательно стрелять по зверушкам. А что делать? Снимать? Как сам процесс? Сам процессом общения с природой. Можно выйти и ни одного выстрела не сделать. Это правда, да. У меня просто тесть, охотник. Он прям вот страстный-страстный, регулярно ездит, мерзнет сам. Вот. Мерзнут его товарищи. В лесах, если это зимняя охота. Или тонут в каких-нибудь болотах летом. Такие вот охотники. А потом где-то по дороге, возвращаясь домой, привозят у стоящих на дороге людей, покупают и привозят с шкуры. Нет, ну кого-то там, конечно, отстреливал периодически. Кабанов особенно. Охотники почему-то не любят. Говорят, кабан это самое вообще опасное животное, которое может быть в стране. В мире. Так, Ирина Услугина. Она же Трусова. 105-й номер стартовый у нее. Первый огневой рубеж прошла с одним промахом. Второй огневой рубеж пока началась. И второй мишень неожиданно. Три закрывает патрона четвертым. Точна. Ну и пятый последний. Точна. Ирина Услугина из положения стоя стреляла. Но, если говорить о тех девушках наших финишировавших, из десятки мы в итоге вообще выпали. Татьяна Акимова, 14-я, с одним промахом, минут 40 отставания. Глазырина, 27-я, с одним промахом, 2.11. Кайшева, 83-я, она стартовала. 33-я сейчас место промежуточное, плюс 23, один промах. По Чуфарова с нулем, 44-я. То есть, По Чуфарова может еще и в Пасюдни попасть с нулем. 2.40 отставания в ужасной форме находятся. И мой коллега Вячеслав Самбур, один из текстов после своих, да, после той эстафеты, 13-е место, вот, недавней, заглавил свой материал «Беспомощные». Вот, и задается вопросом, кто есть беспомощные в этом материале. Почитайте, интересно. В общем, ощущение складывается, что действительно, тьма не беспросветная. Ладно, смотрите, вопрос следующий. Вот, на ваш взгляд, мужчины, успех женской сборной на Олимпийских играх как-то должен подхлестнуть мужчин, что мы не хуже, мол? Или все-таки факты говорят об обратном, что такого успеха, как у женщин, например, в Рио, не получится на этом чемпионате мира? Пошли. Я думаю, что, естественно, успех женщин должен для мужчин быть как и раздражителем, то есть и в то же время как толчком для успеха. Должны доказать что-то, если мы мужчины. Василий? Ну, конечно. Ну, раззадоривает это? Конечно, раззадоривает, потому что хочется, раз женщины могут, значит, мужчины тоже должны. Как бы, успех на Олимпиаде ихний. Я думаю, что ребята знают о нем, конечно, когда играют, и они хотят доказать, что мы тоже можем. Сейчас на чемпионате мира есть шансы доказывать это. По поводу силы нашей команды, в чем она? Вот где есть сила? Сплоченность коллектива, тренерский состав, универсальность наших гендболистов, либо что-то еще. В чем все? Выступление в ведущих европейских клубах, опять же. Ну да, тут, в принципе, все можно взять, как говорится, в одну корзину, и это будет успех. То есть нужно учитывать, что игроки играют в ведущих клубах, что команда опытная, сочетание опыта и, в принципе, молодежи тоже плюс. Есть, мне кажется, такой еще, знаете, что нет сильного давления над ребятами. Я чувствую, что они немного раскрепощены, и это им, в принципе, позволит достаточно играть уверенно и не оглядываться, знаете, там, какой-то вот ответственность за результат. Такого нет у них, прям над ними не висит давление. А было оно, как думаете, перед чемпионатом мира в Катаре два года назад? Вот это давление, которое могло сказаться. Или тогда уже многие понимали, что и чемпионат не получат, скорее всего, и какие-то проблемы действительно есть в федерации? Да, давление было, потому что, опять же, это был чемпионат мира, отбор на Олимпиаду. Это немножко, ну, разные чемпионаты, когда ты играешь после Олимпиады, и когда от занявшего места, ну, зависит, попадаешь ты в отбор на Олимпиаду или нет. То есть давление есть. Сейчас давление нет, сейчас одна цель, как бы, вот, чемпионат мира. Показать максимальный результат. Максимальный результат. И выиграть медали. То есть никаких отборов нет, вот, ты должен показать этот результат. Команда готова. Ребята во многих интервью, как я уже говорил вначале, говорят, что у них лучшая форма сейчас. То есть, в принципе, берем и делаем. Светик пишет нам, ну, уж извините, так, вы сами подписались, я не имею права, наверное, так женщину называть, но все-таки добрый день, хорошего вам эфира, спасибо за таких гостей. Очень приятно слушать, хорошо поставленная речь. Вот на, что интересно, вот у ведущих, у нас, да, есть возможность посмотреть на фотографии Светика, например, с двумя щуками стоит. Это же щуки, Светик, ответьте нам на вопросы у вас на фотографии в ватсапе. Спасибо большое за такие комментарии. Я так понимаю, а вообще вот женский контингент на трибунах присутствует? Гонболисты нравятся женщинам? Не гонболисткам? Ну, конечно, присутствуют. Все спортсмены нравятся, наверное, женщинам. Вот, и гонболисты тоже, ну, у нас на трибунах жены присутствуют. А вот так, болельщицы? Болельщицы присутствуют, конечно. Я не говорю сейчас по отношению к нам, вы глубоко женаты, вот, но вообще, в принципе, вот на трибунах какую-то чувствуете эйфорию, может быть? Ну, не обязательно, эйфорию чувствуют не только из-за того, что когда есть зрители. Когда есть зрители вообще, вот сам. Или женщины. Ну, понятно, не будем, да, говорить о женщинах сейчас, тем более, что жены, возможно, слушают. Наверное, больше для женщин, когда они участвуют. И присутствие мужчин на трибунах для них это более, да. Похоже, мужчин более спокойно относятся. Ну, да, наверное, так. По своей практике. Алексей сейчас получил сообщение от супруги, вот. И, да, поэтому мы понимаем, что немного, немного в себе сейчас находится. Только ударил, да. Переживая, переживая, переживая. Вот эти наши супруги, да, вот, они, в принципе, всегда находили возможность и приходили на наши игры, переживали, болели. И если кто-то из нас, там, получал травму какую-то... Это важно, чтобы жена понимала, кто есть муж, кто есть муж. Сопереживала. Да. Моя жена еще и учила меня, как играть. Заслуженный мастер спорта. Она может, да, в отличие от вас. Возили. Силь попал, да. Да, так что, нет, здесь важно, не важно, да, спортсмен это или не спортсмен. Главное, чтобы вторая половина, допустим, для мужчины важна, да, чтобы она понимала, то, что он делает, значит, это правильно. И только лишь поддерживала, а не пилила и рассказывала, как нужно сходить, что нужно купить. Кому Витязю со счетом 1-2. Московская Динамо уже получше. Выигрывает оно Ладу со счетом 2-0. И Локомотив тоже не совсем хорошо себя сегодня чувствует. В этом матче с нефтехимиком здесь 0-1 пока что. Напомню, результаты уже состоявшихся матчей. Кунь-Лунь, Динамо, Минск 2-3. Амур, Динамо, Рига 5-0. И Адмирал обыграл Йокерит со счетом 5-4. Да, спасибо. Все, Маш? Да. Меня тут спрашивают спросить у тебя. Меня? Спроси. Сейчас, вот найду. Рома, спроси у Маши про мужской и женский игровой командный спорт. А что спросить? А что именно спросить? Не знаю. Ну, есть мужской и женский командный спорт. Нет, ну, все, какие-нибудь. Про разные виды. Результат. Про все сказали, кроме... Про все остальные командные виды спорта. Я, с сожалению, должен констатировать тот факт, что ты... Что Краснодар и осравнял счет матча с «Зенитом». Матч на повторе, который мы смотрим. Не-не-не. Что ты один раз пришла сегодня ко мне в эфир. Вот и все. Ты уходишь? Я, конечно же, ухожу дальше. Мазуритто. Мазуритто, да. Вот. Акбар, кстати говоря, рекордную для себя серию уже установил. Там три поражения подряд. Уменьшил шансы на выигрыш, да, восточной конференции тем самым. И сегодня, может быть, четвертое поражение. Но пока все к этому идет, да, пока витязь лучше. Перерыв, правда, только первый период. Там все еще возможно. Возвращаемся к разговору о ручном мяче. Многократный чемпион России по гандболу Василий Филиппов, Алексей Каманин в этой студии. Ваши вопросы им. А как насчет загар водителя, пишите вы? А какой загар водителя? Это когда окно открыто. Понимаете? Через стекло водитель не загорает. Даже Алексей это подтвердил. Как имеющие отношения нынче к... Только через кварцевое стекло можно загореть, а через обычное нет. Слушайте, а у вас какое-то образование, да, специальное? Нет? Ну, мы с Василием на двоих много чего сдали. Да, а вы давно вместе по жизни, вот как, плечом к плечу или как? Или только в чеховских медведях встретились? Ну, нас объединил спорт, познакомил. И с тех самых пор, наверное, вот до... Как это получается? С 98-го года. Когда в команду ЦСКА я пришел. 20 лет я знаю Василия. И это получилось, что сразу же, да. Были какие-то разногласия, конфликты спортивные? За это время, за 20 лет. Ну, трудно же... Конфликты были, наверное... Каждый день видеть одно и то же лицо. Маленькие конфликты такие, которые... Ну, это были рабочие моменты, так назовем их. А они... Игровые. Быстро решались, да, игровые. Они быстро решались, потому что мы понимали нашу цель и нашу задачу. И мы все лишнее убирали в сторону. Говорится, ничего личного, а только... Какие с ним конфликты могут быть? Вот и я тоже думаю. Опасно, опасно. Алексей смотрит на меня и все. Я сразу забываю. Все, все забываю. Все на свете. Люди думают, монстр сидит какой-то. А это не так, Алексей? Нет. Очень добрый в душе где-то. Ну, об этом мы, к сожалению, не знаем. Мы видим... Встать. Встать, так сказать. Вот. Нет, и все-таки, вот насколько важно иметь в спорте человека, с которым вы и на площадке, и... А вы же общаетесь, да, наверняка, за пределами площадки. Насколько важно иметь такого человека? В любом командном виду спорта очень важно. То есть, иметь человека на площадке, по жизни, как бы, это команда. Все равно, как команда, это семья. Вот. Это очень важно. И ты знаешь, что и во время игры тебя поддержит человек, и в жизни, если надо, поддержит. Поэтому это очень важно. С кем еще, может быть, поддерживаете такие нормальные отношения, мужские, за пределами спорта? Из тех, с кем играли. Есть такие? Да практически нет. Совсем. Совсем поддерживаем. Потому что много времени проводили вместе, как бы, и после спорта все осталось так же, отношения все. Мы поддерживаем совсем. Я вот перечислял, потому что у нас в команде только шесть игроков, в которые мы играли. Я пытаюсь общаться за трибуне. Что у нас? Сколько времени остается? Реклама. То есть, у нас остается буквально две минутки. Давайте, наверное, подытожим. Во-первых, да, говорилось нами, в первую очередь, о чемпионате мира, где сборная России сегодня играет с командой Норвегии. Мы говорили о том, что мы, в общем-то, готовы показать нормальный, серьезный результат, выйти в плей-офф, а там уже, смотря на кого попадем, как сложится, много факторов от этого зависит. Понятно, что мы не фавориты, но Сергей Шишкарев поставил задачу полуфинал. Задача сложная, тяжело выполнимая, исполнимая, но, опять же, если попадаем в плей-офф, да, в плей-офф может случиться всяко-разно. Вот. И для многих ребят, по словам Алексея Василия, это чуть ли не последний шаг проявить себя на большом, крупном турнире, на международном уровне, и даже не то, чтобы проявить, да, но и заявить о себе, да, как о серьезном гандболисте, гандболисте серьезного уровня. Это что касается чемпионата мира. Что касается популяризации, мы тоже в некоторый момент обсудили, и... или есть что еще добавить, Алексей? Популяризация гандбол. Вот так вот быстро скажу, да, для популяризации, раз у нас две минуты, наверное, вот на новогодние праздники, просто пример такой приведу, что пригласили в Питер меня, и, друзья, и попросили провести тренировку для детей по хоккею. То есть, соответственно, гандболист проводит тренировку у детей по хоккеистам. Это произошло, провели очень удачно, родители все это видели, на тренировке присутствовали, для детей был огромный заряд, им понравилось, в конце совместные фото, раздача фотографий и так далее, то есть это тоже шаг для популяризации для детей, но в их виде спорта. Почему бы не сделать для нас так, так же приглашать людей, которые имеют имя для популяризации своего вида спорта? Это один из примеров. Я тоже хотел добавить, вот ваши коллеги, журналисты тоже... Некоторых тренируете? Да, я тренирую сборную России журналистов, вот они не только пишут, рассказывают... Которые меня нет до сих пор. Слышишь, Красюков? Надеюсь, что слышат. Конечно, слышат. Взяли в руки мяч и первый раз, как бы, и вот на протяжении уже года идут игры у нас, принципиальная борьба с журналистами Белоруссии, сыграли 4 игры, 2 в ничью, 2 проиграли, как бы. Вот в апрель месяца едем опять. Ребята очень стараются, хотя никогда не занимались гамболом, но спасибо им большое, что они вот так освещают тоже его. Что интересно, не только сборная журналистов проводит стыки с белорусами, но и перед этим чемпионаты мира, наша основная сборная, тоже проводила контрольные матчи с соперниками из Белоруссии. Дважды. И дважды побеждал. Трижды. Трижды. Был турнир в Риге, да, они сыграли два раза. Играли один в Крылатском. Нет, то турнир, а то контрольный матч. Ладно, не об этом речь. В общем, играли с белорусами, все мы играли с белорусами когда-то. Спасибо большое, ребята, что пришли. Алексей Камань, Василий Филиппов, российские гандболисты, многократные чемпионы страны, заслуженные и перезаслуженные, поговорили о гандболе, и это есть хорошо. Следим за гандболом, за чемпионатом мира с помощью Спорт.ФМ. Далее реклама новости. Далее Роман Мазеров и обозреватель Спортэкспресса Юрий Голышак. Оставайтесь с нами на волнах Спорт.ФМ. Всем пока. Любить спорт, он ответит вам взаимностью. До завтра. До свидания. Реклама. Выгодные предложения в супермаркетах «Билла». Только с 12 по 18 января шоколад «Альпенгольд» в ассортименте всего 39 рублей 90 копеек. «Билла». Вот это мне по вкусу. Количество товаров ограничено. Подробности на «Билла.ру». Пошла, пошла, поднажмем, чтоб праздник в новую квартиру. О, бороду-то зачем? Ничего, бороду тоже процентов на 10 подрезать можно. «Эталон Инвест» объявляет новогоднюю скидку 10% на все квартиры. Ряжем все, что отросло. Звоните. 37 и 5 восьмерок. 37 и 5 восьмерок. Проектная декларация на сайте эталон-дефисинвест.ру Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Спортивные легенды на «Спорт-ФМ». Ни один спортсмен в мире не сделал так много за такой короткий срок, как легендарный конькобежец Эрик Хайден. Он провел на льду лишь около пяти лет. И почти все это время возглавлял мировой рейтинг. В 1980-м в Лейк-Плессиде Хайден выиграл все пять дистанций. С 77-го по 80-й он побеждал на всех чемпионатах мира. Но однажды впервые в карьере остался вторым. Хайден решил, что на этом карьеру можно и закончить. Тем более, что он всегда мечтал стать врачом. После завершения учебы Эрик стал ортопедом. А потом и врачом конькобежной сборной США. В 2009 году бригада хирургов во главе с Эриком Хайденом провела сложнейшую операцию на ноге Джона Селски. Талантливый спортсмен, который за полгода до игр в Ванкулере своим же коньком нанес себе тяжелую травму бедра, успел восстановиться и выиграл в Канаде две медали. Мой родной город – это город Тольятти. Это город, который дал мне возможность реализовать себя. Там замечательная река Волга, где я в детстве купался со своими друзьями и, в общем-то, ребятами, теми, с которыми мы вместе занимались спортивной гимнастикой. Замечательные леса – это замечательный город, замечательные, красивые люди.